Всем привет! Если вы заметили, в последнее время как-то у меня видео не каждые два дня, не каждые три дня выходят на интернет, я обещаю вам, что скоро мне серьезно надо заняться хорошими видео, потому что, я не знаю, как-то я... Я просто сама не рада, как часто я их вкладываю. Проблема в том, что сейчас у меня есть там два видео, которые мне надо выложить, но это не от меня зависит, когда мне надо выкладывать видео, потому что я с компаниями работаю, и они говорят, вот это число надо видео выложить, и я говорю, ну, это же 1 октября я должна выложить видео, а как-то есть немножко времени до октября 1-го. И, конечно, у меня экзамены, я пробую школу закончить в этом году. Люди моего возраста заканчивают школу в 12-м... 20-13... в 2013-м году, а я хочу закончить в 2012-м, так что я буду раньше студентом. Не знаю, это в планах у меня. И ещё я сейчас очень сильно занимаюсь вождением, так что я пробую его получить. У меня есть права, но я хочу узнать, как правильно водить машину, потому что я вождун... Нехороший вождун. Короче, в этом видео я хотела вам показать те вещи, которые я жалею, что я купила. И многие из этих вещей я купила в России, или просто люди в России говорят очень часто про эти вещи. У меня ничего против этих компаний нет, просто вот эти продукты для меня почему-то не работали. Или, может быть, у меня плохой продукт, или... Если у вас есть этот продукт, который я вам покажу, напишите мне в комментариях, если это для вас работает, потому что, может быть, я как-то неправильно его использую. Первая вещь, что я думаю будет сюрприз всем, это... NARS? Ха? NARS румяна? Я NARS румяна не работаю. Вот это самые два известные цвета. И это я купила на ebay, ну, по-моему... Ну, не по-моему, но это настоящие. Так что это не китайская там поделка, это настоящая вещь. На пальчики неплохо, да? Ну, вот когда на руку... Вот ничего, так положила на кисточку, все нормально, а потом на лицо как-то ничего не видно. И другой оттенок такой же. Вот я беру его. Вроде бы неплохо на пальчики. А здесь окей. Ну, это был плохой пример. Будьте, у меня плохой достался. Я никогда не использую вот эти румяны, так что я, конечно, жалею, что я их купила, потому что они не дешевые, и они не работают. Не знаю, может быть, у меня плохие достались, потому что все же так сильно любят их. Ну, я бы сказала, что не стоит их покупать, потому что у меня румяна от MAC. Я их на каждый день использую. Они качественные, профессиональные. И вторая вещь, может быть, вы будете разочарованы, что мне это не понравилось. От Natura Siberica. Я летом, когда была в России, попробовала Natura Siberica. У меня есть масочка Natura Siberica тоже. И маме очень-очень-очень нравится эта маска. Мне... Вот этот шампунь... Это ужас полный. Называется шампунь для сухих волос. У меня вроде бы сухие... Ну, они не такие уж сухие. Ну, они немножко сухие здесь, на кончиках. И корни у меня, конечно, не сухие, но... Просто я думала, сухие волосы здесь, они, конечно, не сухие. Так что окей, у меня сухие волосы. После этой шампуни волосы на 10 раз более грязные, чем они были. И сколько бы я ни промывала голову, ни стояла там, делает мои волосы более грязными. И я видела многие видео, по-моему, Лена говорила, что там надо привыкнуть к этому. Я думаю, что шампунь должна работать. И это всё. Точка. Не знаю. Вот это мне очень не понравилось. Не знаю, кому она подойдёт. Ещё одна шампунь от Треземей. Это Треземей, какая-то натуральная линия. И почему мне это не понравилось? Вот мама мне это купила. Я обычно не использую шампуни с сульфатами, потому что у меня окрашены волосы немножко. И просто я не вижу причины использовать сульфаты, если есть многие шампуни без них, которые работают просто отлично. Так что вот этот Треземей натуральная линия. Второй ингредиент сульфат. Непонятно, если это натуральное, и здесь написано меньше сульфатов, какие-то вот lower sulfates, а второй ингредиент сульфат. Ну, всегда читайте состав. Следующая вещь, я думаю, что вы тоже согласитесь со мной. Garnier BB Cream. Было одно время, когда просто все обожали этот BB Cream, все просто... Окей, я его не купила, его мама купила. И в Канаде он стоит бешеные деньги. Он стоит, по-моему, 20 долларов у нас. Можно дешевле купить что-то в Sephora или в MAC, чем за эти 20 долларов. И, короче, мама его никогда не использует. Я его использовала, и это просто ужас полный. Если честно, мне он очень не нравится. Покрытия нету, гладкости нету кожи. Просто неровное покрытие. Мне это очень не нравится. И вот полная бутылка у нас лежит, и не знаю, что с ним делать. Следующая вещь я купила в России. Это Catrice Concealer. Это я перед тем, что приехала... Переехала. Перед тем, что я приехала в Россию, я почитала все отзывы на Catrice. И это вроде бы был очень хороший продукт от Catrice. Ужас полный. Я думаю, я его только купила за вот эти два консилера. Розовый я никогда не использую. Зелёный я иногда использую. И просто очень странно покрыть красный прыщ с этим зелёным консилером, потому что надо сначала зелёный, потом 10 слоев нормального, чтобы покрыть зелёный цвет. Как-то... не знаю, не очень мне нравится. Она густая ужасная. Липкая, густая вся. Просто мне не нравится. Другие вещи от Catrice я никогда не пробовала. Но просто этот консилер лучше использовать какой-то качественный, чем мучиться с этим консилером. Следующая вещь. Опять я читала отзывы на Essence, и все говорили, что вот это один из самых лучших вещей от Essence. Эм... это гель для бровей и гель для ресниц. И брови выглядят, как будто они с клеем. Как-то смазаны все, несколько волосов как-то слиплены вместе, подслеплены. Не знаю, вы понимаете, о чём я говорила. Он ужасный, он просто как клей. И я бы его очень-очень-очень не советовала, потому что я его никогда не использую. Есть гель для бровей от Anastasia, который я два раза уже покупала. Он отличный. Весь день держатся брови, и они не чувствуются, как будто они там с клеем сдержаны. Так что сдержаны. И следующая вещь, я думаю, я ненавижу больше всего. Это NYX подводка. Это подводка гели... нет, это не гелевая. Это Liquid, жидкая подводка от Essence. Ах, от Essence, от NYX. Так она выглядит. Эти лаки OPI, которые все обожали, может быть, год назад. Crackle, так, отсоединяются как-то. Special effect такой. Так же случается с этой подводкой. Как-то все пигменты отходят от друг друга, и потом становятся как такой старый... Nah. Последние вещи, это два лака у меня, если вам показать. Первый от OPI, называется Sweetheart. Я делала видео об этом лаке, и говорила, что он вроде бы хороший, но он мне как-то не нравится, по-моему. И да, он очень густой, с ним очень-очень трудно работать, он просто намазал один ноготь, потом стер его, потому что что-то неправильно выглядит. Как-то с ним очень-очень трудно работать, я бы его не советовала. OPI лаки мне просто не нравятся, я не знаю, чему. Essence, это мой номер один, мне Essence нравится больше всего. Но, к сожалению, вот этот мне не понравился. Это причем лак, который на мне сейчас, называется Turquoise and Cacos. И опять, очень-очень трудно с ним работать. Это просто проблематичный лак, потому что один ноготь намазала, другой намазала, третий намазала. И потом что-то случилось, и надо стереть все опять. И используя вот этот лак, я сижу там, может быть, 45 минут и крашу ногти. Потому что надо три слоя покрасить, но обязательно что-то испортится. Я умею украсить ногти, не волнуйтесь. Проблема в лаке. It's not you, it's me. Нет. It's not me, it's you. Короче, это все вещи, которые я не люблю. Что это видео было интересное посмотреть. И вы выучили про несколько продуктов, которые, может быть, хотя бы для меня не работали. Так что да, спасибо большое за просмотр. Увидимся очень скоро, конечно, потому что я обещаю, будет много видео в октябре. Особенно, хотя октябрь это будет очень трудный месяц для меня. Очень много школы будет. Ну, у кого же нету школы? Надо закончить школу, чтобы потом не было школы. Да? Да. Какие ручки красивые у меня. Да. Так что сейчас мне надо учиться и... Смешно, как у меня iPod в книжке. Короче, да. Спасибо большое за просмотр. Я вас очень-очень люблю. Пока. Я надеюсь, что это видео было интересное посмотреть. И вы выучили про несколько продуктов, которые... Полное гэ. Опять продвинут Tú. Опять продвинут播. Опять продвинут. Опять продвинут.